В среднем большинство людей спит 7-8 часов в сутки. Когда организм в течение этого времени не получает пищу, он начинает использовать запасенные источники нашей энергии, то есть гликогены с печенью мышц и аминокислоты, которые получают за счет разрушения мышц. Утром повышается выработка кортизола, вследствие чего запускается процесс кадаболизма мышечной ткани. Чтобы предотвратить его, необходимо принять порцию быстрого протеина, сыворочного или гидролизатора в течение дня. При наборе мышечной массы важно создать условия, при которых аминокислотный пул будет непрерывно выполняться. Для этого нужно часто питаться, а между приемами пищи выпивать от 2 до 4 порций протеина, примерно по 20 грамм. Если вы знаете, что не сможете поесть в течение длительного времени, обязательно примите порцию медленного или комплексного белка. Помимо вашего обычного приема пищи, за 2 часа до тренировки можно принять небольшую порцию быстрого сыворочного протеина или за 20 минут до тренировки. БЦА, незаменимые аминокислоты, они составляют до трети всех протеинов мышечной ткани и используются как источник энергии при интенсивной мышечной работе. Если во время тренировки в крови нет высокой концентрации аминокислот, организм будет расщеплять мышечный белок и использовать его для обеспечения своих энергетических нужд. Прием сыворочного протеина до тренировки обеспечит организм необходимым количеством БЦА и поможет избежать мышечного катаболизма. В это время наше тело особенно хорошо усваивает питательные вещества. Запасы гликогена исчерпаны. Концентрация аминокислот и сахара в крови низкая. Для скорейшего восполнения потраченных углеводных запасов быстрого поднятия уровня аминокислот в крови. Непосредственно после тренировки рекомендуется использовать гейнер, смесь углеводов и белков. Белки обеспечат поступление аминокислот в кровь, а углеводы пойдут на восстановление гликогена. Если вы придерживаете жиросжигающие программы, то следует отказаться от углеводов в вашем постренировочном коктейле и ограничиться только концентратом или изолятом сыворочного протеина. Обычный прием пищи может дойти спустя час-полтора после этого. Есть мнение, что прием пищи перед сном ведет к накоплению жира в нашем организме. Это утверждение оправдано в отношении потребления углеводов, но не в отношении протеина. Правда, справедливо это только физически активных людей. В течение последующих 6-8 часов вы не сможете принимать пищу, и ваше тело не будет получать необходимое для роста и восстановления аминокислоты. Поэтому для предотвращения ночного катаболизма мышечной ткани можно за 30 минут до сна принять порцию медленного протеина. Идеальным вопросом будет комплексная смесь, включающая протеины с различной скоростью усвоения, сыворочный молочный мицеллярный казеин. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok